Не за горами 9 мая. Подготовка к празднику уже началась. Во всех учреждениях культуры обсуждают программу мероприятий. Однако в ДК села Московская подготовка идет в спартанских условиях. Главное здание клуба с октября прошлого года не работает. Сотрудники временно разместились в библиотеке. Занимают две комнаты. Почему год культуры обошел стороной Московская? Разбиралась Мария Добрынина. Добро пожаловать. Хотелось бы сказать, но при входе в это здание язык не поворачивается. Зал, где проводились концерты и праздники, наследство 1967 года, бывшая столовая. С октября прошлого года Дом культуры не работает. Энергетики перед морозами отключили свет за неуплату. Воду из системы отопления слить без электронасоса удалось не всю, поэтому с приходом зимы трубы просто лопнули. Да и не только в отоплении дело. Крышу нужно сделать, нужно отмостки сделать, заштукатурить внутри. Потому что штукатурка валится от звука музыки, когда мы проводим, допустим, дискотеку. Мы своими силами как можем поддерживаем. Где банку краски купим, где пакеты звездки подбелим. Но крышу мы не сделаем своими силами. Если уж не строительство нового дома культуры, то хотя бы капитальный ремонт здесь. А мечта о новом ДК была очень близка. В 2011 году местные власти вместе с работниками культуры подготовили все необходимые документы. Оформили землю под клуб в собственность. Тем более, что в конце 80-х и место, и даже фундамент под новый очаг культуры был залит. На разработку проекта ушло больше полумиллиона районных рублей. Индивидуальный эскиз строения представляет собой солярный знак. Зрительный зал вместимостью 150 человек. Пакет документов собрали, передали вышестоящие инстанции. Теперь он пылится где-то на полках, а тем временем в законодательство внесены изменения. Нужно проверить достоверность локальных сметных расчетов этого проекта, на который тоже нужны средства. Эти средства должны опять быть потрачены и средства муниципального района. Еще проект здания должен быть типовой, а не индивидуальный. Тоже нововведение. А по готовому проекту рассчитывали, что здесь же разместят библиотеку. Только теперь, наоборот, культмассовый сектор делит первый этаж с библиотекой, занимает две комнаты и одна из которых – неотапливаемый зал. Мы же люди творческие, мы шутники.